всем привет с вами модный блогер станислав андрей здоровью вам вашим близким берегите себя продолжаем биографию мою биографию из мест не столь отдаленных все время я пять раз сидел отбывал после раз освободился практически 15 лет назад с тех пор моей жизни нет криминала я затрезвую честную жизнь чего и вам желаю погнали это 3 серия и остановился на том как нас из одной последствий хаты в которыми закинулись с транзитки со сборки нас ну короче меня перевели и собрали из последственных с разных хат там ну такой общий контингент в одной камере который была пустая до этого расформировали общем но всех туда закинули то есть я уже говорил да что ну я как-то лучше вклинился в контингент потому что ну там где я сидел до этого он был более слаженный туда интегрироваться было сложнее чем здесь когда все люди новые причем все там не по чуть-чуть сидели я там сидел где-то месяца полтора и там все такие примерно ребята то есть как бы все в общем-то на одной волне этого пацана видео перевели обратно он там как-то договорился с воспитателем не знаю как причем его потом спустя наверное ну долгое время опять перевели в ту хату где я сидел в осужденке но это будет не скоро где-то через год вот мы короче стали обживать ну эту камеру да мы там наладили эту дорогу потому что никаких телефонов не было то есть но висели эти дороги их плели из расплетали свитера связывали ниточки из ниточек связывали канаты и как бы вот ну настраивались да закидывали канатом соседнюю камеру и так далее сейчас это пропало и ну раньше дорога была вот ну это средство общения не было телефонов хочешь кому-то что-то сказать да надо написать вот хата сразу стала пополняться очень много и нас было сначала 7 потом витю перекинули 6 и набралось там чуть ли не чик 25 25 там 27 и мы как-то у меня там был близкий мой лекс там кстати сидел пацан серега том погонялся ко мне на стрим и нет нет заходит вот как раз пацан который сидел за изнасилование и это была такая подстава никто там его не петушил он был на год младше мне было 17 16 прикольный парень вот и ну них там была какая-то история с девочками познакомились там переспали но они малолетки девочки малолетки и потом родители заявили короче 131 132 он еще там на клыка навалил одной ну короче все ему потом не помню сколько дали чем сидел последствиям вот разные люди были короче фишка в чем в том что такой контингент разнообразный был и ну а мы я и вдруг мой лес мы такие одними самыми центровыми были в этой хате потому что мы как-то ну сразу с ну такие знаете скрешились и ну в общем как-то вот вот так вот получилось ну и вокруг нас уже там ребята стягивались каких-то откровенных изгоев не было был у нас один чувак кучерявый называли все кучер он такой был очень странный там я помню он сидит у него в руках фотография то есть ну кстати получали все письма в письме в письмах фотографии там родителей сестер девчонки писали то есть у каждого прям по такие пачки фотографии были фотографии с тёлками менялись прикиньте ну как бы то есть на них я понимаю дзюбели нет нет у меня кстати все фотографиями которые меня были с девчонками все скрысили на малолетки на зоне прям прям только их вот там была девочка мы с ней не встречались мы знали друг с детства мы с ней переписывались она мне писала я писал хотя у нас ничего не было до этого вот маша мы маша масленникова всеми крайне жила наши родители с детства знали друг друга ну и как ты не написала и она мне написал вот короче и он помню этот кучер сидит короче на втором этаже пальмы у него в руках фотография мамы и он его так берет разрывает и вот так вот разводят сводит разводит свой такой мама раздвоилась то есть то ли он косил то ли не что-то с головой но таких сами знаете нигде не любят а тут все подростки дети фактически малолетки его кошмар или там над ним прикалываясь ему там помню чувак у нас был звук погонял леща даже дал хотя бить да по тюремным понятиям всегда было запрещено и я никогда в этом не участвовал я помню над ним прикалывались типа мы в тяще счет засунем там зажали ржут держит он вырывается но я этому не препятствовал и это мне потом аукнется аукнется на зоне на малолетке когда дойдем до туда вот я этому не препятствовал хотя мог хотя мог сказать слышь отстанет от него и в итоге он сломился сломиться это значит на проверке уйти из камеры читается стрёмным как правило ну ломится ну либо те за кем есть какие-то косяки хотя видите здесь не всегда но ты вот довели он сломился это такое на самом деле большая несправедливость то есть человека довели он сломился и он еще виноват он еще в ранг его закинули то ли обиженным то ли еще куда ну короче условно ему вот эти люди сломали жизнь да которые над ним шутили а я мог это предотвратить да я себя не винил ну но в то же время конечно прям понимаю что можно было это сделать вот в общем это на самом деле страшно когда ты в ситуации в закрытой ничего не можешь сделать и тебя просто вот абьюзит конкретно вот вот такие были истории и нас было много какие-то я помню мы там заехал парень я я художник ему погонял ударе художник он я горит я рисовал учился рисую в абстракцию вот те татушки что у меня были сейчас нет на мне ни одной тюремной татушки все вольные а все что были они были набиты им то есть вот это ну почти все до церковь но она не была такой как сейчас баронгом болинезийским божеством вот здесь был у меня такой аскал типа просто здесь факел он я его свел ну то есть и знаете я просто про что про то что он там и мы сразу давайте бить а но мы начали там мы сидели на месяца два-три начали играть в зэков это знаете как получаешь права первой там неделю ты не уверенный потом тебе начинает казаться что ты гоголь как правило три-четыре месяца до первой аварии потом ты уже аккуратно ездишь вот это как раз то время когда нам казалось что может матерые зэки надо бить тату набили себе вот этих петушиных тату которые делали околят там жонкой да чтобы вы понимали отрезают никакой санитарии отрезают там подошву ботинка коптят потом эту копченую жижу собирают там смешивают с каким-то чаем и ко ну то есть делают точат из какой-то там пружинки зажигалки то есть там всякая ну на ней вот это пыление там золотистое то есть это заражение ну похрену всем вот потом заехал там горын такой который сказал что где-то они там член пробивали шары вставляли ну то есть это делали я себе делал вставлял и ну представляете просто те ложкой пробивают член кожу члена с двух сторон ложкой это с ума можно сойти но насколько вот я вот сейчас понимаю здравые люди мне кажется этого не делают а тут малолетки делают такую херню и знаете вот говорят красные черные но на красных тюрьмах такого бы сделать не позволили сами менты а здесь как бы ради бога и это я считаю огромный минус потому что ну реально нам стало казаться чтобы такие законы зачем я себе шар этот в член засунул я так и не понял вот потому что мне казалось что это круто вот ну многие кто в армии служил в советской в раннероссийской примерно понимают о чем я говорю там тоже хернёй занимаются потому что в большом счете 17 лет а 18 разницы нету и это дети вот так вот наши жизни происходили мы усиленно играли в зэков и потом ну стало много людей заезжать нам давали телевизор периодически у нас не было никого кто свой бы затянул нам давал воспитатель вот но мы постоянно орали что-то бесились и он у нас постоянно за плохое поведение его же и забирал по телевизору мы смотрели тогда без тв мтв еще не было там можно было через эти антенны какое-то радио поймать я помню было радио серебряный дождь тогда ну не было каким-то там не за политическим там но там было музыки очень много такой дримхаус там много играл там спринт там часто крутили вот ну то есть мы жили вот такой жизнью стали думать что мы типа все уже оперившиеся законы вставляли себя в член вот какие-то шары били татухи и в итоге нас набралось очень много и вот этот мой близкий лекс он постоянно ходил к воспитателю возможно он как бы ну как-то сотрудничал нет стали какие-то люди заезжать и уже стало некомфортно сидеть и внезапно хата попала под раскидку ну что называется попасть под раскидку это значит но раскидали нас было чем 25 осталось нас там чек 6 меня лекция еще нескольких человек оставили вот и я почему-то сейчас думаю что это он был не за там тоже когда больше народу там начинает меняться власть разные люди заезжают суета кипиш и как бы комфортно сидеть когда вас мало как бы как бы на спицу и мне что-то кажется что это он чем остались я лет стом потом некий пельмень про него отдельный будет ролик это такая вот история в общем горын короче и когда мало народу и передачки как-то их на дольше хватает и кипиши меньше и не было ну какой-то суеты и телевизор меньше забирали и поэтому вот мне кажется это он мне кажется это он ну как бы опять же я не знаю но с другой стороны как бы мне даже хорошо было да мне когда голдеж гайгоя здесь каждый на своей шконке все нормально почему такой вот такой вот рассказ сейчас продолжу рассказывать что здесь было это наверное уже месяц это был наверное знаете апрель апрель до начала мая конец апреля начало мая на тот момент я сидел уже там январь февраль март ну где-то месяца четыре и меня начинало казаться что я прям такой языкан хотя на самом деле это не так следующий раз я расскажу о свиданках походах к адвокату а карцере в котором я сидел в общем вот так вот еще раз напоминаю не занимайтесь криминалом живите честно живите трезво как ваш покорный слуга жизнь категорически изменилась в лучшую сторону на двести процентов чего и вам желаю особенно тем ребятам кто не дай бог там отбывал освободился и пытается ассимилироваться интегрироваться самом деле это бывает сложно но это того стоит я благодарю ребят которые подписаны на канал как спонсоры канала спасибо большое вы реально делаете мой канал лучше каждому кто смотрел троники желаю все самого хорошего здоровья счастья в личной жизни бабла берегите себя